Здравствуйте! В предыдущих видео мы с вами подробно рассмотрели три наиболее популярные схемы обвязок котелин. Это параллельное подключение, гидравлический разделитель и система первично-вторичных колец. Время браться за экзотику. И сегодня мы рассмотрим такую систему, название которой я дал как гибридная. Почему гибридная? Потому что это некая смесь или симбиоз между системами первично-вторичных колец и параллельным подключением. Чтобы лучше понять о чем идет речь, смотрим на экран. Вот как я отобразил нашу обвязку на плане и о чем идет речь. Смотрите, от системы первично-вторичных колец у нас здесь есть собственно сами кольца. Вот первичное кольцо от подачи к обратке котла, как и должно быть. И наши потребители радиаторная сеть и теплый пол. Здесь я отобразил в виде одного радиатора и витка теплого пола. Подключены вторичными кольцами к нашему первичному кольцу. Ну собственно все как есть. Единственной разницей то, что у нас на радиаторной сети здесь отсутствует насос. А вместо насоса на байпасе установлен перепускной клапан. Что нам это дает? Для чего нам нужен этот перепускной клапан на байпасе? Давайте разберемся. Если в привычном варианте работы теплоноситель движется по первичному кольцу от подачи к обратке. И у нас здесь отсутствует насос. То теплоносителю нет особых оснований заходить, назовем так, в радиаторную сеть. Так как вот этот участок на байпасе, он обладает практически нулевым сопротивлением. Ну столь несущественным, что его можно называть условно нулевым. И заходить в радиаторную сеть, которая относительно этого участка обладает уже высоким сопротивлением. Понятное дело, теплоноситель не будет. Выход из этой ситуации какой? Создать на этом байпасе необходимое сопротивление. Для этого как раз и нужен перепускной клапан. Его задача как раз таки и заключается в том, чтобы мы могли создать некое сопротивление, благодаря которому часть теплоносителя пойдет в радиаторную сеть, а часть теплоносителя пойдет дальше по первичному кольцу. Таким образом и устроена, это как я уже сказал, гибридная система. Давайте рассмотрим конкретный пример с такой обвязкой. Есть у меня подходящий объект. Заказчик ко мне обратился буквально несколько лет назад с просьбой решить некоторые проблемы в его системе. Система состоит из одноконтурного котла, обвязки, как я уже сказал, по гибридной схеме и двух потребителей. Радиаторная сеть и теплый пол. Радиаторная сеть состоит буквально из нескольких радиаторов. Ну, теплого пола там что-то около метров 80, может быть 100 квадратных. Смотрим, как это выглядит. Так, что мы видим? Перед нами наша обвязка. Трубопровод, собранный из тройников, образует первичное кольцо. Вот здесь мы его можем видеть. И радиаторная сеть, контур радиаторной сети и контур теплого пола подключен к этому первичному кольцу. Вот здесь, вторичными кольцами. С единственной разницей на радиаторной сети у нас насос отсутствует. И установлен вот такой перепускной клапан на байпасе этого контура. В целом, все примерно то же самое, что по системе первичных вторичных колец. Котел сейчас выключен. Его выключили несколько часов назад для того, чтобы система могла остыть. И мы будем запускать ее и снимать ее работу с помощью тепловизора, который у нас как раз-таки на эту обвязку нацелен. Видео, к сожалению, получилось не таким, как я, скажем таки, изначально планировал. Я здорово накосячил с настройками и камеры, и тепловизора. Но, тем не менее, оно обладает достаточной информативностью для того, чтобы понять, что происходило на протяжении 45 минут после запуска котла. Я эти 45 минут сжал до 2 минут. Видео очень здорово ускорено. Результат смотрим на экран. После запуска котла у нас система сразу же переключается на нагрев ГВС. Приходит запрос на бойлер. И котел переключает трехходовой клапан. Начинает вот это две трубы, подводящие к теплообменнику бойлера. Греть какое-то время бойлер. После того, как он нагрел бойлер, он переключается обратно. Вот видим скачок температуры на работу уже системы. На что стоит обратить внимание? Вот это труба подачи радиаторной сети. Вот тут труба обратки еще пока не видно, потому что холодная обратка приходит. Вот эта подача в теплый пол, насосная гайка. И вот эта труба обратка теплого пола. Ну и последнее, это обратка вообще кольца первичного. По мере разогрева системы мы видим, как увеличивается температура обратки радиаторной сети. Но это естественный процесс, так и должно быть. По мере того, как она увеличивается, мы увидим, как растет температура подачи в теплый пол. То есть это такое, скажем таки, прямое воздействие радиаторной сети на работу теплого пола. Почему? Чуть позже мы это рассмотрим. Температура обратки теплого пола и обратки нашего первичного кольца на протяжении всего времени остаются примерно одинаковыми и относительно холодными. То есть вот система уже полностью разогрелась и далее она зависает в таком режиме, пока не придет сигнал на отключение от комнатного термостата. Подробнее с температурами можно рассмотреть вот на этой картинке. Это фотография с тепловизором. Чтобы понять, как в ней ориентироваться, мы должны понимать то, что разные материалы излучают температуру по-разному. И если мы посмотрим, вот видим тройник и труба металлопласт, они разные по цвету, но температура у них на самом деле одинаковая. Соответственно, мы должны опираться на показания однородных материалов. И однородные материалы нашего первичного кольца здесь это латунь. Вот мы видим латунный тройник и косой фильтр с уголком на обратке. И глянув на температурную шкалу, можно определить то, что тройник относительную температуру имеет в районе где-то 50 градусов, а обратка у нас в районе 25. О чем это говорит? Это говорит о том, что разница между подачей и обраткой составляет 25 градусов. И это очень много, учитывая то, что на улице всего лишь около нулевая температура. То есть достаточно тепло по меркам того, насколько рассчитана эта была система. Не холодная пятидневка, не минус 25. В холодную пятидневку эта разница, я думаю, она будет выходить еще намного больше. И почему так происходит? Смотрим на нашу схему. Потому что у нас очень ограничен объем теплоносителя, который двигается по котлу. И ограничен он в первую очередь вот этим клапаном. Почему? Потому что клапан имеет крайне низкую пропускную способность. И для подобной системы нужно было подбирать клапан, конечно же, совсем с другим значением КВС. И в результате у нас получается то, что котел может по первичному кольцу протолкнуть, если так можно сказать, котловой насос. Прокачать очень незначительный объем теплоносителя. И в результате у нас обратка радиаторной сети очень здорово влияет на подачу теплого пола и на обратку в котле в целом. Это и есть основная, скажем таки, проблема такой обвязки. И именно с этой проблемой я и столкнулся в первый раз, когда попал на этот объект. Теплые полы были едва летними. То есть того объема остаточного послерадиаторной сети им не хватало. Но стоит понимать, что там клапан был наглухо закрыт и весь объем шел исключительно через радиаторы. После того, как мы открыли клапан, эта система начала кое-как работать. Но на самом деле на сегодняшний день ее работа остается неудовлетворительной. Заказчик еще пока принимает решение, как правильно поступить. Рассмотрим положительные и отрицательные стороны данной обвязки. Из плюсов первое. Ну это, конечно, то, ради чего эта каша заваривалась, чтобы сэкономить один насос на радиаторную сеть. Здесь, как и в случае с параллельным подключением, теплоноситель на радиаторы будет раздавать именно котловой насос. Но не стоит забывать, что перепускной клапан, он тоже не 3 копейки стоит. И далеко не в каждом сантехническом магазине продается. Иногда, чтобы найти клапан, особенно с нужным значением КВС, приходится очень здорово побегать. Далее, это то, что система теплый пол гидравлически отвязана, имеет полноценное гидравлическое разделение с котлом. Это вещь, конечно же, очень хорошая. Но в случае, когда именно котел раздает теплоноситель нашу систему, в этом нет большой необходимости. Но при небольших системах, опять-таки параллельная система, параллельное подключение очень здорово справляется без каких-либо гидравлических разделений или перепускных клапанов. Далее, ну и третье, это то, что мы можем контролировать перепад давления на радиаторную сеть, используя как раз-таки вот этот клапан. И выставив определенное значение, мы гарантированно не услышим каких-либо гидравлических шумов в наших радиаторах. Но и снова возвращаясь к параллельному подключению, это не есть проблема, когда система правильно собрана и правильно настроена, вы и так эти шумы никогда не услышите. Далее, минусы здесь, как мне кажется, они больше и серьезнее. Почему? Потому что первое, то что я выделю, это сложность этой системы. Не все правильно понимают, как работает перепускной клапан, как правильно рассчитать гидравлику и как подобрать этот клапан. И в результате, как и наш пример показывает, клапан был установлен с слишком низкой пропускной способностью. В результате котловой насос не мог прокачать должный объем теплоносителя через систему. И мы имели вот такую большую дельту между подачей и обраткой и такое влияние радиаторной сети на работу теплого пола. По-хорошему, там клапан должен был быть на несколько порядков выше, но это говорит о том, что те, кто собирал эту систему, плохо разбираются в гидравлике. И это и привело вот как раз таки к нестабильной работе этой системы. Но даже в ситуациях, когда все правильно собрали и правильно настроили, часто бывает на протяжении эксплуатации обязательно приедет какой-то сантехник, сервисник или еще кто-то и обязательно покрутит этот клапан, не понимая сути его работы. Ну или часто это может сделать сам заказчик в поисках каких-либо настроек или интенсивно пытаясь что-либо исправить. Сбивая работу этого клапана, мы лишаем стабильной работы этой системы. Опять, к чему такие сложности, если всю эту обвязку можно было подключить без этого клапана параллельным способом и что-либо сбить в этой системе, либо перенастроить было бы намного сложнее. Такая система есть, я ее периодически встречаю. Особенно мне попадаются вот варианты, когда вместо этого перепускного клапана, как я уже сказал, он редкий, устанавливают просто вентиль обычно и я не знаю как рукой другую температуру настраивать. Ну в общем, несложно предположить. И попадались варианты, когда там вообще просто шаровый кран был устроен. Даже есть и такое, но это уже совсем такие отголоски от нормальной системы. Имеет она право существовать или нет, ну не мне решать. Каждый выбирает для себя оптимальный, скажем таки, способ обвязки. А у нас на этом все. Спасибо за внимание.